И мы, в принципе, начинали с палаточного служения. Один из моих самых любимых учителей, проповедников, евангелистов, лидеров палаточного служения в Африке, это Рейнхард Бонке. Это мой самый любимый евангелист, который я и продолжаю почитать. Он уже в преклонном возрасте, я слежу за его служением, но уже такой старенький. И в то же время он сохранил чистоту, ясность и святость своего учения, своего подхода к людям, к учению. Слава Богу за таких евангелистов. И я лично знал Тео Осборн, он приезжал в наш город, проводил палаточное служение, мы здоровались с ним. Я задавал ему глубокие вопросы из-за книги Откровения, и он как-то меня обличил, говорит, вы, пастырь, плаваете в очень глубоких водах. Он мне на пророчество, после этого я начал нырять и заниматься дайвингом. Да, я сейчас действительно плаваю, ныряю уже, захожу в потонувшие объекты, там получил допуск. Думаю, вот Тео Осборн напророчествовал мне. Знаю лично также, конечно, и Кевина, и Лесли Макноулти, которые также приезжали к нам сюда уже в Варну, они были в нашем городе, в Казахстане, проводили палаточное служение. Мощнейшие евангелисты, которые, я всегда удивляюсь этому дару, один евангелист может привести к Иисусу Христу сотни тысяч, но если говорить о Ринхердамбунке, на одном служении могли покаяться до миллиона человек и более. Можете себе представить? Миллион человек, это две Варны. Вот так, за один раз. Невероятно, просто невероятно, просто какие-то невероятные невероятные люди. И сегодня я хочу пригласить одного из организаторов служения Лесли Макноулти в городе Варна, которая была несколько лет тому назад. Прекрасная была конференция, прекрасная была, у меня нет слов, Инна Бормистрова, город Москва. Давайте поприветствуем, ее будет переводить прекрасная София из прекрасного города Софии. Я не знаю, микрофоны дотянутся ли? Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравейте, рада вам себя да ви приветствуем. Знаете, просто здесь привычнее. Внизу. Хотела еще раз представиться, да, мы занимаемся палатчским служением. Но не только палатчным, мы занимаемся вообще евангелизмом. Ние се занимаваме с евангелизиране. Мы также вдохновляем церкви. И вдохновяваме церквите. Обучаем их. Обучаваме ги. Передаем им модели. Предаваме им модел. Для того, чтобы церкви. За да може церквите. Сегодня тоже могли выйти на улицу. Днес отново да излязат на улицата. И исполнять Божие поручения. И исполняват Божието поручение. Сюда в Болгарию я приехала из Бельгии. Днес, тук в Болгария дойдох от Белгия. В Бельгии мы планируем организовать тоже палатчный фестиваль и большую конференцию. В Белгии също планираме да проведем голяма палатчна евангелизация и конференция. Также мы были вместе с Софией там на тренировке. Мы бяхме с Софией там на тренировке. Тренировали новых евангелистов. Обучавахме нови евангелизатори. И там проходят, если кто-то знает, что такое Тур де Франс. И ако някой от вас знает, какво е това Тур де Франс. Это когда вы выходите на улицу, а там сразу десять десятки тысяч человек. И все ждут, когда проедут колонна с велосипедистами. Но естественно, мы как евангелисты не могли пройти мимо. Мы решили, что это наша возможность. Мы делали уличную евангелизацию. Мы раздавали людям различную литературу, брошюры. И также проповедовали один на один. Это было такое, знаете, практическое обучение. Также здесь, в Болгарии, мы уже почти неделю. А, да, но я неделю чуть больше, точно. Мы вместе с Софией, я приехала ей помогать. Больше она организовывает. Помогам, тя повече се занимаваща с организиране. Мы проводили конференцию. Ние проведохме конференция. В городе Козелък. В городе Козелък. И там будет в августе большая палатка. Там през августе имаме голяма палатка. Добро пожаловать. Все, кто хотят посмотреть, поучаствовать. Всички, които искат да дойдат и да участват, да гледат. 23 августа. На 23 августа. Также мы ездили в горы, Родопи. И были в трех городах, проповедовали Евангелие на улице. Проповедовали мусульманам, цыганам, болгарам. И удивительное, что люди хотят слышать Евангелие. Знаете, мы всегда любим говорить. Да, мы всегда любим говорить, что люди просто не знают, что они хотят. Они просто не знают, что им нужен Иисус. Они просто еще этого не знают. И сюда мы приехали вчера уже поздно вечером. И вчера, късновечерта, убяхли в Бургас. И прямо, да, в Бургас. Прямо из Пловдива. Мы прямо спустились с Евангелизации и поехали. Буквально слязахме от Евангелизацията и тръгнахме. И это было замечательным временем. И это беше прекрасно время. Церковь вдохновилась. Церковь вдохновилась. Им понравилось. Они участвовали. Они хотят еще. Они увидели, что люди принимают Евангелие. Люди открывают свои сердца. И прямо там, на улице. Они принимали Христа. Они проглашали молитву покаяния. И это было изумительным временем. И если ты еще не пробовал, я приглашаю тебя поучаствовать с нами. В Болгарии очень много таких проектов. Пишите, записывайтесь к Софии. София это тоже евангелист, палаточный. Который работает уже, сотрудничаем мы вместе с нашим служением Кевина и Лесли уже 16. Нет, 17 лет. И на самом деле много таких евангелистов, с которыми мы вместе проводим различные, различные евангелизации. И знаете, вчера вот нас спросили, что может изменить атмосферу? Что может изменить Болгария? Они говорят, в Пловдиве очень гордые люди. Здесь очень плохая атмосфера. Но мы говорили, что сила в Евангелие. Сила в Евангелие. Мы как верующие несем в себе это семя. Как Павел сказал в Колоссяном 1.30, что Иисус живет внутри тебя. 27, 1.30 я все время, простите. И что это означает? Что власть в тебе. Что победа уже в тебе. Что жизнь в тебе. Жизнь, которая дает новую жизнь. И когда ты идешь, идет Христос. И когда ты говоришь, говорит Христос. И когда ты несешь Евангелие, то Его сила способна изменить не только одного человека. Не только атмосферу в одном городе. Но во всем мире. Просто нам, как верующим, надо взять это призвание. Исполнить одну мечту Божью. Как вы думаете, какая это мечта? 1 Тимофеем 2.4 Чтобы ни один человек не погиб. Это наша задача. Бог не оставил ее кому-то. Он дал ее только нам. Не ангелам, не Христу, а телу Его. Простите, это вообще была другая тема. Сейчас я открою ту, которая... Мы сегодня говорим про исцеление. Ни днес говорим за исцелението. А как вы думаете, откуда вообще пришли болезни? Как си мислите, откъде са дошли болестите? Все помнят книгу бытия. Всички помнят книгата на битие. Что там было? Какво имаше там? Бог сотворил небо. Бог сотвори небето. Бог сотворил землю. Бог сотвори земята. И все, что напълняет ее. И всичко, което я испълва. И все было прекрасно. И всичко беше прекрасно. Бог посмотрел на все это. Бог погледна на всичко това. И сказал, весьма хорошо. И каза, всичко е прекрасно. Он был доволен. Той беше доволен. И как вы думаете, Он творил все это шесть дней. И как си мислите, Той создаваше всичко това за шесть дней. И написано, на седьмой день он отдыхал. И нигде не написано, что Бог создал болезнь. И никогда не е написано, что Бог создал болезни. Написано е, что Бог создал человека. я чуть-чуть зайду в историю вы ее знаете он создал Адама человека, правильно скажем как он это сделал он не просто создавал его как землю, словом или реки он протянул свои руки он каждый день протягивает к нам свои руки и он вдохнул свой дух и точно так же как потом Христос вошел в нас и что мы знаем что Адам и Ева согрешили они поставили Слово Божье под сомнение они не поверили Богу пришел дьявол, который солгал дойде дьявола, който излъга тот, который пришел для того, чтобы украсть, убить и что сделал, произошло потом и какво се случи след това все это принесло разделение принесло боль донесе болка смерть болезни разруха проблеми и вот тут остался Бог и тук остана Бог люди ушли далеко а хората отидоха далече и чем дальше они уходили тем больше проблем и колкото по-далече отиваха толкова по-големи проблеми възникваха между тях и Битие 1.31 написано Битие 1.31 е написано что Бог создал все весьма хорошо Бог создаде всичко прекрасно Иоанна 10.10 в Иоанна 10.10 что отец всех болезней дьявол се казва, че бащата на всички болезни е дьявола который пришел който дойде потому что не хотел чтобы по земле распространялась слава Божья в каждом человеке знаете это была простая ревность простая зависть что люди на земле будут нести славу Божью и это очень важно понимать что Бог никогда не творил болезни Бог никогда не хотел наказать в человека болезни Бог создал нас для лучшей жизни для прекрасной жизни и для каждого план был был свой план как болезни могут прийти в жизнь человека они приходят через симптомы и она чувствует там боль и там се усеща болка болезнь не врывается в вашу жизнь болката не идва и така в живота ви она знаете ма так стучит тя започва да чука она стучит через ваш разум ой у меня болит голова ой у меня болит голова ой она не проходит она постоянно болит и мы начинаем принимать эту болезнь мы начинаем жить с этой болезнью мы начинаем смиряться с этой болезнью но что хотел Бог какой был его план давайте посмотрим нека да погледнем первое Иисус Христой Христос Святой Сын Божий Иисус Христос и Святия Сын Божий 2 Коринфянам 5.21 2 Коринфянам 5.21 ибо не из нашего греха Он сделал для нас жертвой за грех чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом вот Агнец Божий который берет на себя всякий грех это Иоанна 1.29 то есть что мы видим что у Бога был план через Иисуса Христа изменить ситуацию в этом мире второе для этого Иисусу пришлось пострадать и умирать на кресте 1 Петра 3.18 Христос чтобы привести нас к Богу однажды пострадал за грехи наш праведник за неправедник был умершлен по плоти но ожил духом это и есть картина нашего искупления третия но на третий день Он воскрес и Он сегодня живой и Он предлагает нам эту жизнь Он предлагает нам жизнь вечную жизнь без болезни без проклятия без греха и Он совершил и Он совершил это более 2000 лет назад и Той извърши това преди 2000 годин Четвертое Бог не избавил Бог не избавил от властта на темнината и вел в царство возлюбленного сына своего в котором мы имеем искупление кровью кровью его и прощением грехов и прощение и прощение на греховете Колосианам 1 13-14 Простите не сказала Пятая Библия говорит ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Христа Римлянам 10-9 и сердцем твоим веровать что Бог воскресил Его измертвое то спасешься потому что сердцем веруют к праведности а устами исповедуют к спасению это значит что каждый человек кто верует в Христа имеет спасение как вы думаете каждый ли человек заслуживает исцеление так же как и прощение по същия начин как и прощката Библия говорит что ибо так возлюбил Бог мир 3-16 Бог следующее первое послание Петра 2-24 здесь Бог нам говорит о том что Он позаботился о нас Он позаботился о нашей земной жизни Он Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от греха жили для правды ранами его написано вы исцелились Иисус пострадал вместо тебя Он взял всякою немощ всякою болезнь она была там на кресте она была там на христе Он это сделал чтобы восстановить ту картину прекрасную картину которую Бог создал для человека Он вернул нас в этот первоначальный план Божий где мы можем жить в любви Божьей в Его защите в Его охране в Его полноте и полном исцелении и в Неговото совершенно здраве Итак Что является источником болезни Это грех первых людей Это не наша ответственность как верующих нести этот крест дальше Мы отдали это на крест Увидь себя на этом кресте Посмотри где твои болезни Погледни къде са болестите Ти Хотела привести еще один пример Евангелие от Марка вторая глава С первого по двенадцатый стих Не буду все читать Да, с первого по двенадцатого Просто это история о парализованном человеке Которого Иисус исцелил Написано, что Иисус видя веру людей Которые принесли к нему больного Он обратился к этому парализованному Чада Прощаются грехи тебе В следующих стихах мы видим как фарисеи начали осуждать Они начали Рассуждать и говорить Кто Он такой Что прощает грехи Но Иисус в конце сказал Но что проще Сказать Прощаются грехи тебе Твои Или Встань Возьми свою постель Или ходи Это говорит нам о том Что искупление Исцеление Является одной частью Искупление Исцеление Една и съща И если мы принимаем Искупление То мы принимаем Все остальные подарки Это знаете Как соцпакет Вот кто-то из вас Страхуется Как-нибудь Вот у нас Например Есть такое Медицинская страховка Социальная страховка Можно сюда Прибавить Автостраховку И так далее И вот Понимаете Вам не нужно Делать отдельную страховку На что-то Иисус на кресте Иисус на кресте Дал вам Одну страховку Где есть Искупление От грехов Свобода Прощение Исцеление Где есть Все необходимое Для жизни Иисус простил Грехи Тому человеку Греховете На човека Одновременно Исцелил его И едновременно Го изцелил Потому что Он заплатил Цено Защото Той заплати Цена И Библия говорит Что этой цены Библията говорит Че тази цена Была достаточна Беше достаточна Небеса были Удовлетворены Небесата Бяха удовлетворени Никто из нас Не может принести Эту жертву Никто от нас Не может Да донесе Тази жертва Никто из нас Не мог бы Заплатить за себя Мы просто Были неспособны Но Иисус Сделал это за нас И наша задача И нашата задача Принять этот подарок Иначе Напрасна жертва Христа Можно вам Один пример Показать Мога ли да ви Покажа Един пример Можна Двух Трех Человек Можна ли Двама Или трима Души Да дойдат Да Без разницы Без значение Още Някой Давай Давай Анжеличка Иди Давай Анжеличка Ты тоже Можна Такой простой Пример Такав Простичек Пример Пастор Геннадий Будет Человеком Который Хочет Получить Изцеление Пастор Геннадий Ще бъде Човек Който Иска Да Бъде Изцелен Вы Будете Самнениями И страхами Вие Ще бъдете Самнения И страх Ты будешь Симптомами Которые Говорят Лож Ти ще бъдеш Симптомите Които Говорят Ложата И вы Будете Отсутствие Истины Отсутствие Отсутствие На истината И на Вярата И смотрите Ваша задача Когато Он Будет Брать Водо Вы Должны На него Что Делать Когато Той Иска Да Вземе Водата Не давать Не давать Ему Взять Да Не Му Давате Да Вземе Водата Хорошо Смотрите Простите Простите Выступлю В роли Бога Проставайте Ще влязе В ролята На Бог Вот Ваш Подарък Который Уже Ваш Който Вече Ваш Я сказала Вы Говорите Хотите Исцеление Вие 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 Я Я Говорю Аз Каз Геннадия Я Умер За Тебя Геннадия Аз Умрях За Теб Я Принес Тебе Исцеление Своими Ранами Аз Те Донес Исцеление Чрез Своите Рани Просто Прими Мой Дар Просто Вземи Моя Дар Вот Он Возьми Его Ето Го Вземи Го И Тука Имаме Где у нас сомнения Где страхи Где Где все это Где Вот Что оно происходит Где симптомы Которые лгут Где Дьявол Который пришел Оболгать Он хочет взять Но ты готов ли взять Бог готов Сегодня Так же Дать Его Да Да Ви Даде Он Готов Он Может И Он Хочет Спасибо Большое Всем Благодаря Ви Много Что мы Видим Человек Человек Не Всегда Даже Може Протянуть Руку Чтобы Взять Потому Что В это Время Приходят Различные Мысли Которые Оттягивают Тебя Които Те дърпат Назад И это Обычные Слова Сказанные Ваш Разум Мы Только Сегодня Ехали Софи И Рассуждали Как Часто Мы Начинаем Бороться С болезни Которые Возможно Даже Нет Вашем Теле Вашем Теле Но Вы Видели Что Кто Тебе Болеет Или У вас Появился Маленький Симптом И Появил Някакъв Малък Симптом И Вам Кто-то Говорит У меня Так Было И Моей Бабушки Так Было И Она Умерла И Баба Миша И Баба Миша И Приходит Страх И Приходит Самнение И И Если Мы Не Знаем Волю Божьей Если Мы Не Знаем Его Слово То Что Мы Делаем Мы Принимаем Эту Болезнь Но Помните Воля Божья Чтобы Ты Был Исцелен Чтобы Ты Был Здоров Чтобы Ты Шел Мимо Всякого Страха Наступая На Все Дела Дьявола Мы Даже Не Сражаемся С Ним И Исус Уже Победил Его Он Поместил Его Под Наши Ноги Мы Просто Идем За Своим Изцелением Как Делал Пастор Геннадий За Эта Бутылочка Ти Просто Должен Ити На Пути Нужно Ити С Верою И Трябва Да Вървиш С Вяра По Този Пат Еще Одно Местописание Матфея 8 Глава 5 13 Не Буду Все Читать Да Когда Пришел Иисус Капернаул Что Он Встретил Сотника У Которого Лежал Слуга И Долго Время Страдал И Иисус Казал Я Приду И Изцелю Его Но Сотник Ответил Ему Господи Я Не Достоин Чтобы Ты Вошел Под Кров Мой Но Скажи Только Слова И Выздравит Мой Слуга Ибо Я Под Власт Человек Но Имея У себя В подчинении Войнов Говорю Одному Пойди И Идет Другому Приди И Приходят И Слуге Моему Сделай То И Делает Он И И Услышав Эти Слова Иисус Бо Изумлен Он Не Видел Такой Вера И Он Сказал Сотнику Иди И Как Ти Веровал Да Будет Тебе И В Час Его Слуга Оздравя Как Часто Мы Знаем Слово Божие Но Как Часто Мы Применяем Его С Верою В Наша Жизнь Мы Готови Принять Слово От Врачей От Какихто Странных Людей Но Мы Забываем Истину Божьей Мы Забываем Слово Божье Которое Было Послано К нам Псалом По-моему 106 20 Стих Бог Послал Своё Слово Для того Чтобы Исцелить Народ Он Не Говорил Что Я Послал Что-то Сверх Естественное Что Вам Надо Делать Что Вам Надо Зарабатывать Это Нет Он Сказал Я Послал Слово Это Слово Было Иисусом И 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 Наши Болезни Они В Нем На Кресте И Бой Свободны Наша Молитва Она Молитва Веры Мы Не Просим Мы Не Попрошайки Мы Не Выпрашиваем Помните Как та Женщина Которая Страдала Кровотечением Она Сказала Если Я Только Прикоснусь К Его Одежде Послушайте Ей Нужно Было Прикоснуться Потому Что В Нем Была Сила Но Сегодня Это Одежда Которую Он Но Тази Дреха Която Той Тогава Носише Она На Тебе Тебе Не Нужно Прикосаться Это Сила Она Внутри Тебя Поэтому Когда Мы Молимся Мы Молимся С Властью И Победа Мы Утверждаем Изцеление Мы Не Боримся За Него Мы Просто Его Принимаем Вы Знаете Тело Осбор Нас Научил Что Есть Две Молитвы Я Пытаюсь Быстро Говорить Сократить Я Уж Заканчиваю Первая Молитва Это На Которую Бог Не Отвечает Първата Молитва На Коя Бог Не Отговаря Потому Что Он Уже Совершил Это Това Тази Молитва Той Вече Извършил Того Конечно Мы Можем Упираться Разбира Се Ние Можем Упорити Мы Можем Требовать Мы Можем Да Издискваме Мы Можем Плакать Просить Умолять Бога Можем Молим Да Просим Точно Так Как С Бутылкой Воды Господи Дай Мне Воды А Он Вам Отвечает Посмотри На Этот Крест Там Твои Болезни Отдай Их Туда Иисус Взял Их На Крест Он Уже Вознес Это Все На Крест Не Нужно Тебе Больше Жертвы Не Нужно Упрашивать Бога Бог Совершил Это Просто Прими Это И Вторая Молитва На Която Бог Не Отговаря Знаете Какая Это То Что Бог Поручил Сделать Нам Конечно Мы Можем Молить Бога О Том Чтобы Пришло Пробуждение Мы Можем Просить Бога Чтобы Варна Спаслась Мы Можем Просить Бога Чтобы Мой Муж Там Жена Или Сосед Спас И Можем Молить Бога Моя Муж Или Жена Или Сосед И Мы Можем Молить Бога О том Чтобы Сосед И Сцелился Чтобы Мой Ребенок И Сцелился Но Бог Не Отвечает Не Потому Что Он Не Хочет Просто Он Сказал Иди Проповед И Проповед И И По Всей Земле Чудеса И Знамения Будут Сопровождать Тебя И И То Что Я Делал Вы Будете Делать Если В То В Время И И С Ходил В Одном Теле То Сегодня Как Минимум В Этом Зале Тут Примерно 25 И И Кажда Из Вас Наделен Силой И И И И И И И И И Водить Людей К Спасению Молиться За Больных И Неважно Как Ты Себя Чувствуешь Если Ты Болен Беги Еще Больше Молись Молись И Возлагай Руки Делай То Что Бог Поручил Еще Одну Мысль Скажу Это Тоже Сказал Тело Осборно Что И 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 Из� Это Просто часть И И И И Это И Им Право Каждый человек И И Все Что Все, что делает исцеление, оно просто показывает нам, что Бог благ, что Бог любит каждого, Он показывает Его волю, Он показывает, насколько Он велик и насколько велико Его сердце, потому что оно вмещает нас в всех таких разных, и Он не останавливается на этом, Он хочет выйти в эти двери, и пойти по всем дорогам и улицам Варна, и Вы призваны для этого, и Вы сте призваны за это, и еще один такой момент, Иногда, понякога, исцеление, люди воспринимают как то, что нужно заработать. Если Вы вдруг согрешили, или что-то сделали не так, не помолились, Господи, не дай Бог, утром сегодня не помолился, болит голова теперь. С утра не помолился, все, я знаю, голова болит, я с утра не помолился. Поверьте, у кого есть дети, когда Ваши дети не убрали со стола, Вы не идете их наказывать. Вы не идете их убивать. Вы не идете украсть у них самое ценное. Вы не идете украсть у них самое ценное. Точно так же Бог. По същия начин е и Бог. Еще раз говорю, жертва Иисуса Христа была достаточна. И болезнь не приходит от Бога. Но Иисус принес исцеление. И нам не нужно ничего зарабатывать. Нам не нужно сложно думать и искать пути. Не нужно да мислим сложно и да търсим пътища. Нам просто нужно сделать шаги верой. На нас не нужно да направим стъпки на вяра. Познать истину. Да познаем истината. Изучать Слово Божие. Да изучим Божието Слово. Стоять твёрдо в основании веры. Да стоим твёрдо на основание на вярата. Протянуть нашу руку. Да протягнем ръката си. И взять этот дар. И да вземем този дар. Который Бог приготовил. Който Бог не е приготвил. Да. Есть несколько видов. Знаете, даже... Иногда людям нужна процес възстановления. Понякога хората имат нужда от процес на възстановяване. Иногда люди получают исцеление вот так. Понякога хората получают исцелението така. Иногда нужно простоять несколько дней. И понякога е нужно да стоиш няколко дни. И принять это полное восстановление. И да приемеш това пълно восстановяване. Не исцеление. Не исцеление. Исцеление вы принимаете сразу. Исцелението го приемате веднага. Но восстановяването. Но восстановяването. Знаете, когда... Помните, как был человек, пролизованный возле... Я сейчас не выговорю это слово опять. Ай? Красная порта? Нет. Бефезда. Паралитика до капалната витезда. И что ему нужно было? Какому беше нужно? Кстати, в этом месте слово исцеление переводится как восстановление. На това място думата исцеление се превежда като восстановяване. Ему нужно было время, чтобы встать и научиться ходить. Потому что его ноги были долгое время расслаблены. Но это не говорит, что он принимал исцеление несколько дней. Иисус просто принес ему это исцеление. Но потребовалось несколько дней. Поэтому часто мы смотрим глазами неверой. Но глазами того, что мы чувствуем. Но что говорит вера? Вера это не то, что мы видим и чувствуем. Но это то, что мы знаем. Что Иисус Христос. Иисус Христос. Сын Божий. Который пришел на эту землю. За меня. Искупил меня. И исцелил меня. И я хочу, чтобы если вы сегодня. Кто-то из вас, может быть. Нуждается в каком-то исцелении. Чтобы мы вместе помолились. Можно? Давайте встанем. Можете возложить руку. Свою руку. Рука, которая несет исцеление. Через жизнь Иисуса Христа. Раката, которая носит исцеление. Через живота на Иисус Христос. На то место, которое у вас болит. Дорогой Господь. Можем повторять вместе, да? Дорогой Господь. Скъпи Господи. Я благодарю Тебя. За то, что Ты мой Господь и Спаситель. За то, что Ты принес жертву ради меня. За то, что в Твоих жилах текла Божья кровь. В Твоите вени течеше Божията кровь. Която беше пролята на креста. Я принимаю этот драгоценный дар. Я приемам този скъпоценен дар. Ту жертву, которую Ты сделал ради меня. Жизнь, которую Ты отдал ради меня. Жизнь, которую Ты отдал ради меня. Я благодарю Тебя за то, что ранами Твоими. Я изцелен. Я изцелен. За то, что Ты забрал всякую немощь. Всякую болезнь. Всякаква болезнь. В Твоих ранах. Эти болезни. Сегодня. Я отказываюсь. Я отказываюсь. Жить в болезни. Сегодня. Я говорю. Болезнь оставь мое тело. Мое тело. Это храм Божий. Дом Иисуса Христа. Мое тело. Принадлежит Господу. И никакая болезнь. Не имеет права. Владеть мной. Я просто прямо сейчас отрекаюсь от себя. И мы наступаем на всякую силу врага. На наши страхи. На наши сомнения. На наше недоверие. Мы говорим и провозглашаем победу Господа. Иисус Христос. Иисус Христос. Сын Божий. Божия Сын. Умер и на третий день воскрес. Умер и на третий день воскрес. И этот факт веры. И този факт на вера. Дает мне жизнь. Жизнь в здоровье. Жизнь в здоровье. Во имя Иисуса Христа. И мы еще помолимся за вас. Дорогой Господь. Скопи Господи. Прямо сейчас мы приносим этих людей. перед тобою. В молитве согласия. Мы провозглашаем. Исцеление в этом народе. Исцеление в каждом человеке. Исцеление во всякий единственный человек. Потому что это твоя воля. Ты умер на Христе за них. И я провозглашаю. И я провозглашаю. Что каждый из них исцелен. И исцеление принадлежит им. И мы заявляем в духовный мир. Что наша победа в имени Иисуса Христа. И во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что всякая болезнь поражена. Всякая болезнь на этом месте побеждена. И всякая болезнь на това место е победена. И если у кого-то глаза болели. Они сейчас исцеляются. Ако някой не е виждал добре. Сега се исцелява. И если вы чувствовали боль в своем желудке. Боль ушла. Прямо сейчас. Я попрошу вас сделать следующее. Проверьте свое тело. Проверьте тялото си. Посмотрите. Погледнете. Подумайте, что вы не могли делать. Помислете, какво не сте могли да правите. И начните действовать как исцеленый человек. Не человек, у которого есть диагноз. Но человек, который отдал свою болезнь на крест. Действуйте в своем исцелении. Просто проверяйте свое тело. Может быть, вам было трудно присесть. Присядьте. Может быть, вие было трудно да клекнете. Следующий шаг для получения исцеления. Это наше действие. Как в Марк, во всех Евангелиях, есть одно исцеление про больного с исцелацией рукой. В всички Евангелия има одно исцеление за болния с исцелацией рукой. Когда Иисус подошел к нему, что Он ему сказал сделать? Он сказал, протяни свою руку. Протяни для того, чтобы показать свою веру. И мы должны показать веру. Вера работает в действии. Поэтому продолжайте это. Продолжайте это делать сегодня. Продолжайте это делать завтра. Продолжайте это делать послезавтра. И помните, что Иисус умер за вас. И Он взял всякую немощь. И всякую болезнь. Даже какая бы она маленькая ни была. Даже если это заноза, не смиряйтесь с этим. Ну, не важно. Да, аминь. Если у вас есть у кого-то какие-то изменения в вашем теле. А по някой чувства изменения в тялото си. Можете рассказать нам об этом. Можете да не расскажете за това. Спасибо. Благодарю. Благодарю ви. Аплодисменты. Аплодисменты. Огромные. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...